Вместе с жарой в Сибирь пришли и сильные грозы. За последний месяц их было несколько. Одна из них, самая сильная, прогремела 11 июня прямо во время вечерних гуляний в честь Дня города. Елену стихия застала, когда та находилась дома. Я грозы никогда не боялась. И относилась к нему так, что все эти рассказы, что нужно выключать электротехнику, что это все выдумки людей, которые действительно этого боятся. И получается, я не знаю от чего, то ли от того, что у меня было включено слишком много электроприборов, но я сидела просто в телефоне и случился такой хлопок, и все выключилось. Мы с соседями своими силами включили уже свет, то есть вышли на площадку. И после того, как я начала проверять, все ли мне работать, я обнаружила то, что микроволновка уже в рабочем состоянии не будет. Синоптики успокаивают. С приходом холодного фронта гроз будет меньше, они станут слабее. Дело в том, что у нас в ближайшую неделю достаточно сильно похолодало, а сильные угрозы и вообще их наличие, оно связано с достаточно высокими температурами, прежде всего, и с высокой влажностью. Поскольку температурный фон будет достаточно низкий, то мы, в общем-то, на этой неделе практически грусть не ожидаем, пока время таких сильных. А что делают красноярцы, если на улице грянул гром? Наслуждаюсь. Конечно, и дождем, прохваты. Ну, ничего не делаем. Ничего не делаем. Ложимся спать. В принципе, я ничего не предпринимаю. Просто продолжаю заниматься своими делами. Конечно, конечно, если сверкает молния, то нужно... Я закрываю окно и выключаю все электроприборы, да? Я буду кайфовать. Мне нравится гроза. Электроприборы выключаю. Было такое дело. Сотрудники МЧС подтверждают, лучше выключить все устройства и сети. Но есть и еще несколько простых правил, которые могут спасти не только электроприборы, но и жизнь. Главная опасность во время грозы – это поражение молнией. Значит, поэтому человек, оказавшийся в доме, должен закрыть окна, закрыть двери, отключить все работающие электроприборы, ну и не работающие в том числе, отключить кабель от телевизора и ни в коем случае не соприкасаться с трубами водоснабжения и отопления. Мобильные телефоны в первую очередь нужно отключить, потому что молния притягивает передающие приборы, молния притягивает. Итак, резюмируемое время грозы нужно укрыться в помещении, плотно закрыть окна и двери, отключить из сети электроприборы и отключить мобильные телефоны. А еще есть интересная формула – засеките, сколько секунд прошло между молнией и раскатом грома, а затем полученное число умножьте на 340. Это и будет расстоянием в метрах до эпицентра грозы. И чем больше полученное число, тем больше у вас времени, чтобы спрятаться от разбушевавшейся стихии.